Следующее интервью у нас... Вот, в принципе, мы с вами понимаем, что Европа, она более-менее находится близко к нашему менталитету. То есть Германия, Румыния, сколько из нас сейчас кивнули головой, слыша похожие точки зрения на ситуацию в России с коучингом, на продвижение коуча. Теперь очень интересно послушать взгляд очень издалека, из другой культуры, из другого менталитета. Потому что сейчас у нас интервью Джады Сит, Джады Сит, PCC ICF, президент ICF отделения в Сингапуре. Джада, спасибо, что присоединились. И тогда первый вопрос. Нам очень интересно взгляд так издалека. В каком направлении сейчас развивается чаптер Сингапура? Каковы стратегические цели чаптера? Во-первых, я хочу сказать большое спасибо за то, что меня позвали. Я была так польщена получить приглашение отместить международную неделю коучинг вместе с вами. Большое спасибо. Отвечая на вопрос, о стратегии ICF Сингапура. ICF Сингапур существует 19 лет, и для нас это был огромный путь за 19 лет. И просто немножко поделюсь. Мы на 40% увеличили членство в 2020 году. И для нас основная сложность в том, чтобы сфокусироваться на вовлеченности членов. И у нас... Мы одно из самых больших отделений в Азии. 800 примерно членов у нас. И мы сфокусированы на том, чтобы дойти до отметки в тысячу. И нам нужно увеличить разнообразие мероприятий. Для этого мы должны усилить партнерство с ассорциациями, с организациями, чтобы слово о коучинге в Сингапуре распространялось. И вот такие у нас задачи. Джада, это потрясающе, потому что, в принципе, я киваю радостно головой. Это примерно наша задача. Очень похоже с нашими задачами. И про вовлеченность, и про порог в тысячу членов. То есть он приближается. Мы туда стремимся. И про разнообразие мероприятий как для рынка внешнего, то есть для внешних клиентов, так и для коучей. То есть, да, как движемся, получается, по всему миру синхронно. А теперь такой вопрос. Какие популярные проблемы, вопросы приносят клиенты коучинг в Сингапуре? Я не знаю, как в России, в Сингапуре. Многие клиенты фокусируются на бизнесе, на экзекутив-коучинге, корпоративной коучинг-организации. Все хотят работать лучше, быть эффективнее, развивать лидерские навыки. И интересно, кажется, что лидерам хочется поработать над эмоциональным интеллектом. Мы видим, что новые поколения сотрудников приходят на работу. Они хотят, соответственно, руководители хотят знать, как управлять этим поколением. И мы видим, клиенты в Сингапуре приносят такие вопросы тоже. И мы видим, внутренний коучинг растет в организациях. Лидеры хотят обучиться навыкам коучинга и использовать их. То есть то, что я сейчас слышу и анализирую те интервью, которые мы сегодня проводили раньше, у вас появляется новый момент, которого не было в предыдущих интервью. Это коучинг поколений. То есть мы, наверное, по всему миру с этим сталкиваемся, что это молодое поколение сейчас на рынке. Оно уже здесь. Но именно как запрос коучинга от вас сегодня это первый раз, что запрос на коучинг. Есть как управлять дистанционно, есть как оптимизировать, как вовлечь команду в дистанционном управлении. А вот Сингапур, как впереди планеты всей, уже вы управляете новым поколением. То есть и большинство бизнесов. А в лайфе ученге с какими вопросами идут, если идут, ну, если у вас есть такие данные. Да, да. В 2020, в исследовании, в глобальном исследовании ICF, в контексте Азии, и к Сингапуру это тоже относится, 70% коучей работают в бизнес-среде. И только 30% в лайф-коучинге. И мы сейчас видим, какие ниши в лайф-коучинге возникают. Например, здоровье. Ментальное здоровье, в частности. Коучинг молодежи. Мы видим коучинг родителей. Такой ниша такая растет. И другие сегменты. Миллениалы, коучинг женщин. Мы тоже их видим. Видим, что это в лайф-коучинге возникает. Так как у нас вся неделя проходит под девизом «Бросаю вызов сложным временам по всему миру», то вот еще немножечко о сложности. С какими сложностями сталкиваются сами коучи в продвижении себя и своей коучинговой практики? И как они их решают с помощью чаптера липи самостоятельно? Это хороший вопрос. Сегодня мы проводили как раз в Zoom опрос. Спрашивали коучей, которые нас слушали, с какими препятствиями они сталкиваются. И первый вопрос, который возник, это понимание влияния коучинга. Очень часто люди не понимают, как коучинг повлияет на их жизнь. Многие коучи не могут определиться и поделиться масштабом результатов, которые коучинг даст клиентам. И поскольку коучи не могут поделиться, и нужно очень четко разделять, что такое коучинг, что такое консалтинг, что такое менторинг, что такое тренинги. Вот это влияние первое. И второе, наверное, совет, обеспечить себя отзывами, кейсами, статистикой какой-то. Очень много данных, которые помогут вам рассказать клиентам и организациям о коучинге. И вот вы знаете, Джада, сейчас происходит тоже очень интересно. Вы говорите немножечко о другом, чем говорили спикеры до вас. То есть в Европе получалась главная проблема, с которой сталкиваются коучи, это большое количество так называемых коучей. Людей, которые назвали себя коучами, трудно это разграничить. А как в Сингапуре с этим обстоит? Да, у нас тоже такое есть. К сожалению, есть. Есть. Это то, что происходит, однозначно. Все видят это как сложность. Но мне кажется, что здесь вопрос в постоянном обучении, обучении индустрии, рассказу людям о том, как важны сертификации. И интересно, что сейчас мы видим в Сингапуре, когда тендер происходит на какой-то проект, например, в госсекторе, или даже когда вы на какую-то работу подаете заявку, где нужен коуч, требование к сертификации обязательно. И мы видим это все больше и больше, и продолжаем рассказывать о важности сертификации. И люди видят разницу между сертифицированными и не сертифицированными коучами. То есть вы создаете это поле ясности, по крайней мере, в бизнес-среде, в профессиональной среде, через сертификацию. И, Джадо, я услышала еще такой момент, что вот первый такой вызов, который вы назвали, что нет понимания влияния коучинга. И что коучи сами не всегда могут показать масштаб этого влияния. А как вот чаптер над этим, это чаптер или отдельная коучинга над этим работают. То есть есть проблема, есть решение. Прекрасный вопрос. Что мы делаем как отделение? Что уже сделали? Мы запустили опрос. Мы сделали проект, который демонстрировал разницу между коучингом и другими инструментами организационного развития. не только в Сингапуре, но по всему региону, Тихоокеанскому региону, Индия, Таиланд, Гонконг, Малайзия. Мы собрались вместе, провели вот это исследование и показали организациям разницу, между коучингом и другими методами. И мы делали вот эти мероприятия, потом серию мероприятий, с этим связано. И вот такие инструменты постоянно показывают важную сертификацию между строк. Джанна, можно здесь вопрос, немножечко незапланированный по интервью, но он уже возникал у других спикеров. Вот если у вас в бизнес-триде больше всего контрактов, то как чаще покупают бизнес? Поучинг в чистом виде или комбинацию коучинга, консалтинга, менторинга, тренерства? Вот как это происходит в Санкт-Петербурге? Опять-таки очень хороший вопрос. Ответ. Организации часто покупают какую-то комбинацию. Комбинацию решений, я бы сказала. Они ищут... Ну, то есть они хотят, например, коучинг для лидеров и плюс еще организуют обучение для лидеров. То есть чаще всего это какая-то комбинация не в чистом виде коучинг, когда речь идет о организационном обучении и развитии. То есть все-таки комбинированное такое-то, solution. Они покупают решения. Хорошо. Тогда на следующий вопрос вы практически уже ответили про соотношение, чего больше в Сангапуре, лайф-коучинга или бизнес-коучинга, когда сказали, что 70% оценивается, что это бизнес-коучинг. Но вот здесь хочется внутри такое уточнить, как вот в менталитете у вас работает. Здесь, в европейской части нашей планеты, бывают такие моменты, когда в бизнес-запросе клиент уходит в лайф. Он начинает решать вопросы о своего места в жизни, своего состояния и потом возвращается в бизнес-задачи. А что с этим в Сингапуре? Вот что вы об этом знаете? Или вот бизнес отдельно, лайф отдельно? Я думаю, что это будет разница между тем, что происходит в России, в Европе и в Сингапуре. В Сингапуре лидеры и менеджеры очень фокусируются на целях, очень ориентированы на действия. И когда они идут в коучинг, они всегда задают вопрос, ага, как мой коуч может повысить продуктивность моей команды, чтобы мое лидерство стало лучше. И иногда добровольно мы делимся своими личными историями. И в бизнес-контексте есть очень четкая грань. Если только лидер сам не захочет рассказать об этом, мы никогда об этом не спрашиваем. Организации всегда только профессиональные. И в лайф не возникают вопросы. То есть у вас эта граница гораздо четче? И коучи должны быть очень осторожны. Мы часто слышим про случаи, когда коуч идет работать с сотрудником, а в результате этого сотрудник понял, у него было какое-то просветление о своей карьере, и он ушел из компании. Коучи должны быть очень осторожны, чтобы уважать границы коучинга в организациях именно. А как в целом коучинг вписывается в культуру и менталитет вашей страны? Вот насколько люди готовы к тому, чтобы значимые изменения осуществлять с поддержкой в партнерстве, в коучинговом партнерстве? Интересно, как в России это происходит. В контексте Сингапура, по большей части, когда мы говорим про коучинг, есть связь с... Ну, такой какой-то акцент. У меня как будто проблема, поэтому мне нужен коучинг. К сожалению, вот эта призма все еще существует, и хотя мы стараемся сдвинуть это в сторону, но коучинг — это для следующего уровня, для перехода дальше. И когда люди встречаются... Ну, есть такой шаблон, что когда люди встречаются с коучингом, то у него проблема. Недостаточно сильный, недостаточно хороший, недостаточно эффективный. Есть такое опасение. Так что да. Но с более молодым поколением мы видим, что они более открыты к коучингу, просто потому что есть такой голод к росту, исследовать, кто они. И мы видим более молодых людей, которые хотят быть коучами. Опять-таки, потому что они видят, что если я могу стать коучем, может быть, это поможет мне пойти вверх по карьерной лестнице, быстрее достичь целей. Джада, как в России, могу поделиться. То есть мы это сегодня обсуждали, что в принципе очень похожая ситуация, что у нас менталитет очень свободолюбивый, и мы очень самостоятельные. Со своими проблемами я должен справляться сам. Если возникает необходимость в помощи, значит, что-то не так. И при этом есть вот это понимание, все больше становится понимание и у старшего поколения, что после коучинга, наоборот, обретаешь больше самостоятельности и больше свободы, и больше возможности опираться именно на себя, не следовать каким-то шаблонам. И та же самая ситуация с молодыми поколениями. Они действительно жадны и голодны. И для них время течет быстрее. Они хотят более быстрых результатов. Поэтому, да, молодежь идет к коучам больше, чтобы пройти тот же кусок карьерной лестницы или проект быстрее, чем это можно сделать самостоятельно. Так что здесь у нас мы с вами прямо на одной волне. И еще один вопрос, который хотелось бы вам сегодня задать. Какова ваша личная метафора коучинга? Так много метафор на самом деле есть. Правда, что я использую азиатские метафоры. Мы любим еду. И я часто говорю, что коучинг — это как луковица. И мы как коучи снимаем слой за слоем, чтобы позволить клиенту увидеть больше перспектив, больше инсайтов о себе, того, что в другом случае он бы не увидел. И если мы говорим о золотом стандарте коучинга, мы добираемся до центра до этой луковицы очень быстро. У меня такая метафора коучинга. Если позволите, когда вы говорили вот об этом снимании слоев, мне почему-то пришло в голову, что в центре этой луковицы такая большая жемчужина. И мы помогаем почистить вот эти слои, чтобы найти свой внутренний жемчуг. Спасибо, что добавили к моей метафоре. Мне очень нравится такое слое. Спасибо вам огромное, что поделились такой метафорой, потому что наша общая задача — создавать ясность поля коучинга. и для того, чтобы как можно больше людей понимали, что это такое по сути. Мы это делаем и через определение ICF, и в том числе используя свои метафоры, которые помогают нам быть с нашими клиентами на одном языке. И спасибо, Джада, спасибо огромное за интервью, за то, что поделились, что нашли возможность к нам прийти и выступить, поговорить с нами на нашей площадке. Прекрасной вам недели коучинга. Спасибо большое. Еще раз спасибо за то, что пригласили, и я желаю вам хорошей недели. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...